Чувашская республика С точки зрения, что интересного, можно там посмотреть На выставке можно ознакомиться с нашим промышленным потенциалом У нас есть очень крупные предприятия, которые известны не только в России, но и в целом в стране Это и тракторный завод, который очень успешно сегодня работает У нас мощно работает электротехнический кластер Ну и, конечно же, мы показываем возможности для привлечения туристов Безусловно, мы, конечно же, знакомимся с нашими культурными объектами И нашими традициями Чувашия – это национальная республика И наши обычаи, наши традиции Мы охотно делимся с гостями, которые приходят на эту выставку Со всеми нашими возможностями На заседании комитета вы презентовали проект реконструкции Чувашского музея Космонавтики Расскажите, в чем его уникальность? Музей открыт был в 1972 году И за вот этот достаточно серьезный период, а уже 51 год он работает Он себя очень успешно зарекомендовал Как площадка для патриотического воспитания молодежи Как площадка, где мы можем познакомить наших ребят с нашими героями Для того, чтобы им было на кого равняться Уникальность музея заключается в том, что именно здесь, на своей родине Похоронен Андриан Николаев Есть музей-часовня И ежегодный музей сегодня посещает порядка 200 тысяч человек Это не только ребята из Чувашия Это и семьи, это молодежь из других регионов России И, конечно, у нас есть очень серьезная задача Перезагрузить музей Для того, чтобы он был насыщен современными технологиями Нам нужен планетарий, нам нужна обсерватория И мы рассчитываем на то, что эта площадка будет еще более востребованной Поток посетителей должен вырасти как минимум в 4 раза И я считаю, что это очень хорошая возможность для того, чтобы приобщать нашу молодежь Именно к нашим истокам И к тому, чем мы можем гордиться В Приворском федеральном округе всего 17 космонавтов Из них трое уроженцы Чувашия И мы очень гордимся, что третий космонавт в Советском Союзе В России это наш уроженец Андриан Николаев Если говорить о туристическом потенциале вашей республики Как вы считаете, сможет ли обновленный музей космонавтики Привлечь турпоток и, в частности, дать такой мощный толчок развитию детского туризма Ведь это, прежде всего, школьникам будет, наверное, интересно Конечно Вы знаете, что он сегодня на уровне России очень большое внимание Уделяется именно внутреннему туризму И наши ребята, они путешествуют и внутри региона И выезжают за пределы республики В соседний регион, это Нижегородская область, Татарстан И мы, конечно же, у себя активно принимаем С точки зрения привлечения молодежи из других регионов Это и сегодня уникальная площадка Но когда мы пройдем перезагрузку, она станет еще более интересной Здесь будут учебные классы Здесь будет возможность приобщиться именно к астрономическим наукам Что сегодня очень актуально Потому что мы ведь прекрасно видим, что ребята, может быть, не всегда выбирают техническую направленность И не всегда космос, может быть, сегодня их интересует Как в 70-е годы, когда каждый второй мальчишка говорил, что он хочет быть космонавтом А как вообще развивается внутренний туризм в Чувашии? И какие направления вы для себя видите перспективными? Какие планы у вас в этом дальнейшем? Чувашия – это национальная республика Поэтому, как и многие национальные республики, мы можем предложить, конечно же, свою кухню У нас очень интересные свои блюда, вкусные Потому что их можно попробовать только в Чувашии Кроме того, у нас своя национальная культура, традиции С которыми тоже можно познакомиться в различных этнодеревнях Но кроме того, у нас очень серьезно развит паломнический туризм У нас старинные церкви К примеру, в Чувашии есть город Аллатырь А русское слово Аллатырь – это белогорючий камень И это центр вселенной Поэтому мы приглашаем в центр паломнического туризма И в Аллатырь, и в город Чебоксара И, конечно же, это наше учреждение культуры, наше музее Наш национальный музей очень может быть интересен для туристов Потому что у нас появился уникальный объект – вышитая карта России И мы ждем посетителей именно в нашем национальном музее А какие направления, по вашему ощущению, пользуются большим спросом туристически? И все-таки это паломничество или это те люди, которые выбирают красоты посмотреть города? Вы знаете, на мой взгляд, больше интересуют людей именно традиции и быт народа Это краеведение, это этнические этнодеревни, это кухня Как в любом, наверное, национальном регионе Потому что то, что есть в Чувашии, нет больше нигде Если музеи, допустим, художественные музеи есть в каждом регионе То краеведческий музей, он в каждом регионе уникален И, безусловно, у нас есть свои наработки У нас есть музей чуварской вышивки Это единственный музей вообще в России, который посвящен именно одному промыслу вышивки Поэтому я уверена в том, что Чуваш очень интересен с точки зрения развития туризма И мы очень гостеприимная республика Раз у вас республика такая гостеприимная, Светлана Анатольевна, посоветуйте нашим зрителям Куда можно отправиться и что посмотреть? Несколько интересных мест вы уже перечислили Назовите еще и несколько блюд, которые обязательно стоит попробовать Конечно же, обязательно нужно попробовать наше мясное блюдо шартан И когда гости к нам приезжают, они не только пробуют Они обязательно покупают или увозят с собой Для того, чтобы познакомиться с этим блюдом для своих близких Кроме того, у нас очень развита кисломолочная продукция Есть чуварское национальное блюдо чогот Это мягкий сыр, такой соленый сыр И он очень тоже вкусный и очень популярен как и среди жителей Чуваши, так и для гостей Если говорить о площадках, которые можно посетить Я уже назвала Национальный музей Чувашской республики То можно посмотреть еще и мост деревни Мокры Он у нас построен, это Канарский район, мост Виаду Который построен в начале 20 века Конечно же, очень красивые площадки У нас самый высокий и старинный дуб в Чувашии Есть в Маргаушском районе И можно к нему прикоснуться И может быть даже загадать желание И говорят, сбывается Так что мы очень ждем гостей в своей республике Работа в рамках Дни региона еще продолжается Но тем не менее, как Вы считаете Получат ли Ваши предложения отклик у сенаторов? Мы очень, конечно, рассчитываем на поддержку со стороны сенаторов Потому что мы выносим на обсуждение объекты Которые будут нужны не только для республики Но и для страны в целом Потому что это учреждения здравоохранения Которые будут функционировать как межтерриториальные центры Если бы мы уже говорили про учреждения культуры, про музей И мы рассчитываем, конечно, на то Что в первую очередь он будет интересен для всех регионов ПФО Учреждения образования Это то, без чего вообще не может развиваться ни один регион Поэтому поддержка сенаторов для нас очень важна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова